Просыпайся, моя Соня, Соня! Сегодня нас ждет День Перемен! Точно, мама! Значит, я плюху! Сегодня тебе надо будет испечь торт для нашей постоянной заказчицы. И я для тебя подготовила подробный рецепт. А у тебя сегодня воздушная гимнастика, куча мала и, конечно же, учиру. Какой год! Как сладко! Меня зовут Соня, мне 10 лет, я перешла в 4 класс. Я занимаюсь воздушной гимнастикой и журналистикой и так далее. Моя особенность в том, что я успеваю везде и всегда. У меня может быть в один день несколько кружков. Я горжусь тем, что в 7 лет стала лучшей актрисой в КВН. И еще я горжусь тем, что вела прямые эфиры. Я хочу стать репортером. Рассказывать людям только правду. Я Галина. Уже несколько лет я делаю торты на заказ. Считаю себя почти кондитером. Мне нравится это дело, потому что я доставляю людям радость. Они восхищаются тортами, доставляют в ответ мне радость. Кондитером я стала в тот момент, когда в одной кондитерской ферме заказала торт. И он мне очень не понравился по вкусу. Заплатил огромные деньги и подумал, почему, почему я не могу так сделать, надо попробовать. Решила попробовать. Сломался миксер. Муж подарил хороший миксер. И все пошло, поехало. Жить с мамой кондитером, это так, что иногда бывает, что мама дает тебе венчик, и ты вылизываешь вкусный крем. Но иногда ничего пробовать нельзя, потому что все рассчитано. Наша семья очень активная. Мы любим путешествовать, объездили много городов России. Также уделяем внимание спорту. Я боюсь предстоящего дня, дня перемен, так как в образе дочери я не представляю, как жить. Я уже много лет взрослый человек. Мама, а тут надо играть, заниматься делами дочери. Ну, я думаю, мы справимся. Начнем день по правилам. С зарядки. Галина занимается фитнесом через Инстаграм. По телефону заниматься неудобно. Мне нравится больше вживую заниматься. Когда тебе все объясняют подробно, а не через телефон, где очень много участников. На прыгающего огурца похоже. На самом деле. Это совсем не похоже на зарядку в школе, потому что тут как-то дышать надо, там как-то за грудь хвататься надо, я не знаю. Это какие-то странные упражнения. Здравствуйте, а сегодня Соня будет гулять? Привет. Я за нее сегодня. А тогда пойдемте на штаб. Пошли. И что вы там делаете в вашем штабе? Расскажем. Мы играем в зомби-апокалипсис. А как можно играть в зомби-апокалипсис? Что вы делаете? Мы представляем, что на нас попадают зомби, и мы защищаемся палками. И где ваш штаб? Ну, вот он. А я думала, тут будет дом, а это же дерево обычно. Это не дерево, это штаб. Первый закон кондитера. Надо надеть фартук, убрать волосы, помыть руки и надеть перчатки. С чем нужны перчатки, если я и так руки помню? Для того, чтобы не запачкаться. Потому что я устраиваю на кухне такой бардак, когда готовлю, что даже если я готовлю омлет, у меня вся эта футболка будет грязная. Так, что там у нас по рецепту? Бисквит. Яйцо 4 штуки. Сахар. 155 грамм. Мука 155 грамм. Крахмал кукурузный 25 грамм. Разрыхлитель 7 грамм. Кипяток 50 миллилитров. Масло растительное 40 миллилитров. Начнем с ингредиентов. Что дальше надо делать? Камиля, давай учи меня, что дальше надо делать? Дальше надо ставить так, чтобы эти палки не упали. Я, конечно, знала, что у моего ребенка такая бурная фантазия, но настолько лазить по деревьям, представлять себе зомби. Ну, хотя в детстве мы тоже часто лазили по деревьям, сидели там часами, обсуждали какие-то вещи. Я ее понимаю. Но также у нас были другие игры. Мы играли в прятки, жмурки, 12 палочек с мечом. Сейчас, мне кажется, дети больше в телефонах сидят. Но я рада, что у меня Соня может лазить по деревьям и сидеть не в телефоне. Смотри, на нас идут уже зомби. Давай защищаться, бери быстрее оружие. Быстрее, давай, давай. Где наше оружие? У меня есть палка. Быстрее убегай, давай. А на кухне творится магия. Совсем скоро на этом столе появится фруктовый торт с кремом чиз. Наш юный волшебник-кондитер преодолеет любые преграды. Попробуем мой метод, который всегда работает. Куда у нас? Я успела столкнуться с некоторыми сложностями. Это просеивать муку. Она у меня почти вся рассыпалась. Извешивать тоже было бы сложно. Потому что я не могла носить точную цифру и пустила чуть больше, чем надо было. Весело. Ладно. Нарисать, ставить, это было по хайде. А что яйца на резерв протекли, это... Ну, это случайно так получилось. Но главное, что там ничего не смазалось. И главное, что было все хорошо. Ну, там видно буквы. Мне кажется, от чуть-чуть белка ничего не было. Махнет пока не очень, на самом деле. Все прилипло. Мама просто сильная женщина, как она это достает. Что, там комочки какие-то появляются. Я же еще просеивала. В моем понимании, тесто это такое, не жидкое, вот такое, а тверденькое, из которого не пить нужно. А это какое-то жидкое получается. Вообще, мама мне запрещает есть сырое тесто. Но пока же мамы нету. А мама в соседней комнате за компьютером. Даже на каникулах никуда не деться от учебы. Напиши одну программу сразу для двух тракторов, чтобы очистить путь к выходу. Трактор 1. Учару – это образовательный проект, которым Соня занимается с первого класса. Выполняет разные задания по математике, русскому, окружающему миру, программированию. Там проходят олимпиады. И летом, чтобы она не забыла все, что они учили за год, мы сидим ежедневно. По мне, так математика, английский очень легко, но вот программирование мне не далось. Я не поняла, что хочет от меня эта машина, что мне нужно с ней сделать. Все-таки что-то это учирует. Тесто готово. Теперь бисквит надо выпечь. Для этого наливаем тесто в две формы. Я забыла дно из партий сделать. Коприк резиновый, но будет бисквит с привкусом резины. Новый вкус вообще-то. Наблюдать за тем, как Соня делает торт, можно бесконечно. Оставляем в эфире только самые яркие кусочки. Я вот не люблю мыть посуду, но сегодня приходится, потому что крем смешивают в миксере. Но зато в этом есть и плюсы. То, что наконец-то я научусь домохозяйствовать. О, там мой вытекший кусочек пригорел. Ребята. Сейчас посмотрим. Можно выносить этот? Это подгоревший мисквит. Она вкус как уголь. И тут не пригорел. Пахнет блинчиками. Получилось. Мама обычно нам такие штучки. Сестрю, Андрею, с папой дают пожевать. Не получилось, не фортануло. Ну все. Он у меня развалился. Надеюсь, это можно спрятать. Вот так вот. И никто не заметит. Все, никто не заметит. Сюда просто этот крем чуть-чуть. Ладно. И так сойдет. Вот такой вот торт получается. С секретом. У мамы тоже не все гладко. Галина на уроке по телевидению. В медиа-центре куча мала. Телевидение – это работа в команде. Нужно подстраиваться. Юные журналисты готовят премьеру. Скоро на национальном телевидении Чувашии появится шоу «Зарядим стрим». Ребята тренируются работать в прямом эфире, импровизировать и при этом четко реагировать на команды режиссера, которые поступают ведущему прямо в ухо. Самое сложное, мне показалось, это не останавливаться, когда тебе кто-то что-то в ухо говорит. Просто по природе мы привыкли слушать, и поэтому говорить и слушать одновременно не получается. Я оптимист, потому что я всегда улыбаюсь, всегда на позитиве, и всегда стараюсь всем доставить радость, сделать сюрпризик, сделать какие-то мелкие приятные вещи, всегда здороваться, желать здоровья. Я не поняла, что он сказал. Микруль, я в камеру упала. Я из всех команд только услышала команду «Поправь волосы, повыше микрофон», а дальше я уже не понимала, что мне говорят, и не могла сообразить, что нужно сделать. Очень сложная работа, я считаю. Второй закон кондитера – это крема много не бывает. Я видела, как это делает мама, накладывает крем, и мне интересно сделать так же, типа как профессионал. Есть в работе кондитера много рабочих инструментов. Это вот такой вот шпатель, ну, это чтобы ровнять, почти как у строителей. Еще есть кондитерские мешки одноразовые. Еще есть такой инструмент, как кольцо. Это делается для того, чтобы мисковит не вытек, и чтобы ровный торт собрать. Ах, ровно получилось! Я считаю, что это достижение. Торт остается только украсить. И тут появляется рояль в кустах. Точнее, безе в холодильнике. Пирожные наши герои сделали заранее. Торт за один день не готовится. Самая кривая. Самая косая. Самая ровная. Самая неровная. Дырявая. Еще дырявая. Зато, честно, мали. Это сладкое королевство. Вот эти все безешки, это будут дома. Второй урок в кучу мали – актерское мастерство. Сегодня он проходит в парке и со шпагами. Раз. Два. Три. По кругу. Вам. Стойку. Это актерское фехтование, то есть для того, чтобы снимать сказки, фильмы. Дети в кучу мали часто участвуют в разных фильмах, снимают сюжеты. Им это очень пригодится. Сегодня я почувствовала себя на Олимпийских играх. Недавно смотрела, как наши раперистки завоевывали золото. И сегодня ощутила себя настоящей олимпийской чемпионкой. Угадайте, что у меня в руках. Это перчатки. Их тут очень много. И это я за один торт столько истратила. Мама, которая тратит только одну пару. Я сделаю выводы такие, что торт у меня получился, и я возьму полную стоимость. Я горжусь собой, и вывод еще один есть. И я хочу нашел кондитер. Потому что я такая молодец. Вот только это далеко не все испытания, которые приготовил Соня День перемен. Когда женщина работает дома, она успевает и кучу дел по хозяйству сделать. Глазка не мое. Это однозначно. Оценяйте. По-моему, выровнялись. Ну, мне так кажется. Я думаю, что сразу все вещи не надо гладить. Надо гладить только одну, которая тебе нужна. Потому что на все вещи уйдет много времени. И если у тебя есть домашний битомец, он может залить в шкаф и тебе все помять. Попросим опять извинения у папы. Потому что эту футболку он ее носит почти каждый день. Поэтому прости, папа. Галя вернулась домой и занялась еще одним любимым делом дочери – рисованием. У Сони есть такое хобби – расписывать в футболке. Вообще она у нас творческая личность, поэтому все, что связано с рисованием, ей очень нравится. Сейчас она увлеклась футболками, расписывает для своих подружек. Сегодня я попробовала тоже расписать. Правда, у меня получилось немножко кривое лицо у задумки моей. Но в целом мне понравилось, и я бы, наверное, даже повторила. Это принцесса Соня. Вообще я свои художественные способности оцениваю не очень и завидую тем кондитерам, которые в свое время отучились в художественных школах. У них такое оформление, такие торты. Я просто им завидую. Мы вчера принесли с дачи очень много огурцов. И вот мне приходится сейчас хозяйничать. Я их засаливаю. Надо сначала огурцы помыть, потом в банку трехлитровую налить воды. Туда добавить две ложки соли. И потом взять три банки, можно четыре. Вот, туда приправы всякие. Это листья, еще листья, еще какая-то трава. Ну и чеснок. Кроме чеснока я там ничего не знаю. Но, короче, это надо добавить. Вот, туда потом огурцы. Потом заливать. И вот крышками закатывать. И все. Завтра, послезавтра уже можно есть это. Вот, замена Симпл Димпла для ребенка. Горячая крышка в кипятке. Сейчас мы нацепим наш Симпл Димпл. Можно будет играть, пока оно готовится. Как-то что-то не растянулась она. Что за бред? Нет, крышка надо мной издевается. Ладно, еще в кипяточек. Хоть у нас и стоит ограничение по времени на разные приложения у Сони, в том числе на сейчас популярные съемки разных видео, ТикТок, Инстаграм, она все равно умудряется найти время, выложить какие-то смешные видео, преобразить себя, украсить, наложить музыку. Я сегодня решила сделать то же самое. Огурцов у нас было много, и я решила устроить огурец-челлендж. Солнышко не светит, без тебя никак, без тебя никак, без тебя никак. Вкусный был микрофон. Соня, ну как там у тебя дела? Уже время. Ой, молодец. Заказчик сейчас придет, давай торт уже, показывай, что у тебя там получилось. Мне очень интересно. О, мне уже нравится, Соня. Очень классно. Классно, даже написала. Молодец. Я думала, будет хуже. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш простой пирог. Привет. Нет. О, спасибо. Ну, как тебе наше творение? Мое. Ну, а в целом? Да, да. Ну, это крем-чиз с бананом. И назвали бы мне обязательно, потому что они так сделались. Ну, ладно. Главное, съедобно. Я на карту переведу. Хорошо, все. Пока, Марина, спасибо. У меня тоже карта есть. Ну, я тебе приведу. Казалось бы, можно выдохнуть, но день еще не закончился. Галину ждет приключение, которого она боялась больше всего. Тренировка по воздушной гимнастике. Пошли, пошли. Идем, идем. Со всеми вместе. Не вернусь уже. Стань, стань. Я встань. Ну, а Соня наслаждается жизнью. Вместе с папой девочка отправилась на Волгу. Кататься на модном сейчас сапе. Я так простужусь. Так, теперь аккуратно. Не вступай на него. И ползи сюда. Развернись лицом к берегу. Мне кажется, моя мама любит кататься из-за того, что это весело, из-за того, что это круто. Там вырабатывается адреналин. И это так круто. Сначала висишь на руках. Одну ногу сюда. Давай. Другую сюда. Попу кверху. Да, да, да. Вот. Красивая спиночка. Лопатки собрать. Умничка. Умничка, молодец. Да, покружу чуть-чуть. С другой стороны тоже гриби, Соби. Давай, тебя отпадаешь. Волны сегодня были сильные. Сначала мне было трудно. Но потом я привыкла, как рыбка в воде. И мне вообще не трудно было. Мне даже весело было от таких волн. В глубину мне папа не разрешает ездить, потому что я еще маленькая. И без страховки мне нельзя. У меня давно была мысль попробовать, но смелости и решимости никогда не хватало. А тут день перемен. Расставился на свои места. Я попробовала. И это очень-очень тяжело. Мои руки не готовы пока к этому. Баланс. Эту ножку выжимаем сюда. Эту ногу ровно вниз. Руки над головой. Над головой. Вот. Все. Одну ручку в сторону отведи и сиди. Да. Теперь вторую ручку. Молодец. Баланс теперь на вторую сторону. Разворачиваем колено и ногу вниз. Мама, ты такая молодец! Но через год вот так научишься. Соня, это был незабываемый день. перемен. Я столько эмоций не испытывала давно. Хорошо, чтобы быть ребенком, правда? Правда. Красивые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, а как мне ходить-то? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok